В Химках состоялось заседание Совета директоров предприятий города. На нем руководители крупнейших предприятий аэропорта Шереметьево, группы компаний Global Edge, МКБ Факел и Искра, АО Аэромар, НПО Лавочкин и Энергомаш обсудили инициативы, выдвинутые трудовыми коллективами и решили учредить движение их общественной поддержки. Мы благодарны руководителям крупных предприятий городского округа Химки, которые находятся на нашей территории. За поддержку наших общественных инициатив. Движение общественной поддержки позволит нам социальные инициативы, которые были сегодня приняты в наших первичных отделениях партии «Единая Россия» и в трудовых коллективах предприятий, начать реализовывать. Химкинские предприятия известны не только в России, но и за ее пределами. Например, машиностроительное конструкторское бюро «Факел» стало первым в стране специализированным предприятием по разработке зенитных управляемых ракет. На «Энергомаше» созданы двигатели, поднявшие в космос ракеты с первым искусственным спутником Земли и с первым человеком. Аппарат «Венера-4», созданный в НПО имени Лавочкина, впервые в истории космонавтики, совершил плавный парашютный спуск в атмосфере Венеры. Завод «Искра» — один из лидеров на рынке вооружений среди российских производителей твердотопливных ракетных двигателей. И это далеко не все достижения. На предприятиях трудятся несколько тысяч человек, поэтому руководители заинтересованы в том, чтобы их сотрудники жили в комфортных условиях. Они поддерживают инициативы, выдвинутые трудовыми коллективами. А чтобы способствовать их продвижению и реализации, директора предприятий вошли в штаб движения. Кроме того, они предложили избрать лидерами движения депутату Государственной Думы Ирину Роднину, а также муниципальных депутатов Елену Андрееву и Михаила Раева, принимавших активное участие в собраниях трудовых коллективов. Я буду всей душой поддерживать создание движения общественной поддержки тех инициатив, которые выдвигают жители Хима. Когда-то у меня тоже была инициатива, я пришла с этой инициативой к руководству партии. Вопрос стоял о летнем отдыхе детей организовать по месту жительства, чтобы это было наполнено спортом. И из этой инициативы выросла программа, партийный проект «Детский спорт». Михаил Раев уверен, что движение позволит жителям активно участвовать в решении вопросов развития территории. Ну, я могу сказать только одно, что жители, в общем, все активные, грамотные, умные, с очень серьезной позицией. Их интересует все, от озеленения до безопасности города. Елена Андреева согласна с коллегой и готова привнести в движение свой опыт и партийный ресурс. Моя работа, она осуществляется на территории всей Московской области в рамках городской среды партии «Единая Россия». Я участвую в разработке наших безопасных детских площадок, в наполнении форм. Мы общаемся с разными социальными группами граждан. Это маломобильные группы, это мамочки, это старшее поколение. Для того, чтобы, выходя из дома, любой человек любого возраста мог заняться своим здоровьем и позаниматься на свежем воздухе. На Совете директоров единогласно приняли резолюцию, где отражены дальнейшие шаги по воплощению инициатив в жизнь. Напомним, что в Химках уже состоялось более 200 собраний первичных организаций партии «Единая Россия» и трудовых коллективов, на которых было выдвинуто более тысячи инициатив. Очередность их воплощения жители определят сами, проголосовав за них на сайте проекта «Химки. Интересно жить», из которого и выросло движение. Редактор субтитров А.Семкин